Кого Бог назвал по имени? Кто тот человек, которого Бог назвал по имени? Когда я готовился к этому занятию, мне стало интересно, а как в русском варианте этого человека называют? «Веселиил» — так это звучит по-русски, если я правильно читаю. «Веселиил» — это русский вариант имени того, кого Бог назвал по имени. Итак, возвращаемся к нашему тексту. Книга Шмот, 31 глава. «Вайдабер Хашем, Эль Мошелемор». Хашем обращается к Моше и говорит ему так. «Ре-э, карати бешем». Точка. Вот этот знак означает точка. «Ре-э, карати бешем». Смотри, я назвал его по имени. Дальше. «Бецалель, сын Ури, сын Хур, хура, ле-мате Йуда. Колени, колена Йогуды. И я наполню его чем? Руах, руах, элоким». Точка. Я наполню его, руах, элоким. Это то, чем я наполню его. Руах, элоким. «Бе хохма, уви твуна, уви дат, уви холь млаха». Дальше идёт пояснение. Что такое руах, элоким? Хохма, твуна, дат. Это есть руах, элоким. «Ва они и я», продолжает творец. «Я дал ему или с ним вместе ещё одного, ему, скажем так, помощника». «Ахалиав, бен Ахисамах ле-мате дан, сын Ахисамаха из колена дан. Увы лев коль хахам лев на дате хохма». «И в сердце всех, кто обладает мудростью, сердце, я дал мудрость». Вот вообще как запутанно, да? «В асу, в асу, эд коль ашер цеви тиха». «И они сделают всё, что я тебе сказал сделать». Что я тебе приказал делать, скажем так. Что мы прочитали? Первое. Творец обращается к Муше. После того, как он сказал ему, что нужно сделать для Мишкана. Что нужно сделать для Мишкана. Хашем обращается к Муше и говорит ему, что всё, что я приказал тебе, будет делать Бет-Салель. И он очень странно говорит, творец обращается к Муше. Он говорит, я назвал его по имени. «Ре-э карати бешем». Смотри, я назвал его по имени. И дальше он озвучивает имя Бет-Салель. И говорит, что он наполнит его Руах-элоким, Божественным Духом. Если так можно перевести, поясняет, что это такое. Хохма, Твуна, Дат. Вот те самые термины, которые мы учим, чтобы он смог сделать всё, что я тебе сказал. И вот то, что он должен сделать, называется Лахшов Махшавот. Лаасот Безагав. Хорошит Эвен. То есть сейчас мы с этим тоже разберёмся. И потом он говорит, что дал ему в помощники Ахалиав, так звали его помощника, и мудрецов, которые обладают мудростью. Творец может, ну условно может, может дать мудрость только тому, кто мудр. То есть необходимо иметь минимальный потенциал, чтобы принять Божественную мудрость. То есть вот этот потенциал человек должен сам как-то, ну условно, да, то есть тут мы пока этой темы не касаемся, очень кратко говорим, да, то есть для того, чтобы наделить, дать, открыть человеку что-то, то есть человек должен обладать стремлением к этому и к каким-то минимальным мудростью. Иначе не ляжет, не ляжет на него эта Божественная мудрость. После египетского рабства и тяжелого труда Творец вывел их из Египта и они получили Тору у горы Синай. После этого они получили приказ от Творца возвести, построить мешкам и все, что его должно наполнять. А как это сделать, когда никто из евреев не занимался этими работами? Это то, что говорят наши мудрецы. То есть по природе вещей невозможно было даже найти одного человека, который был способен на это, потому что они были рабами в Митсрае, Беавудат Парых на тяжелых работах. А чем они, да, занимались? Хомер Улвиним. То есть глина, кирпичи, строительные работы. То, чем они занимались. И как бы понятно, что невозможно было найти там ни одного человека, который был готов к такой искусной работе, был способен млаха-дака, тонкая работа, млаха-дака, тонкая работа. Они не учились этому у учителей. И дальше мудрецы продолжают пояснение, что даже если бы кто-то и на самом деле был у них такой, то чтобы сделать, чтобы создать что-то великое, этим нужно было постоянно заниматься. То есть нужно этим было постоянно заниматься, оттачивать, оттачивать свое мастерство. А таких не было, потому что этим не занимались. И наши мудрецы говорят такую вещь, что все было заложено в шесть дней творения. И даже этот Бецалель, он был заложен в шесть дней творения. И он появился на свет тогда, когда должен был появиться такой уникальный, которого творец назвал по имени, то есть знал, кто это, и наполнил его руах и луким. Вот что сказано в Талмуде. Это трактат, трактат брахот. То есть сказано так. Бецалель знал лицареф о тьёд. Что такое лицареф? Это то, что мы учили. Лицареф — это присоединять одну букву к другой. То, что мы учили, что творец цареф — это аутийот. И из этого создал мир. То есть мир создан через 32 направления пути. Натевот, как мы говорили на иврите. Натевот. Это 10 сферот и 22 буквы. Вот они, каналы, которыми творец управлял при создании мира. То есть буквы. Когда соединяются две буквы, это не просто буквы, это каналы, это воздействие на этот мир. То есть буквами, словами можно воздействовать на этот мир. То есть тот, кто знает тайны этого воздействия, он, да, воздействует. И Бецалель знал тайну воздействия этого. Он мог лицареф от иё соединять буквы, которыми он творил. Творил мешкам. То есть так же, как творец творил этот мир, так Бецалель творил мешкам. Бецалелю был открыт секрет творения, и он его использовал. В Талмуде сказано так. Здесь написано «Ва амале» наполню. И в другом месте тоже написано «Амале». Где в другом месте? Книга Мишли. Мишли. Притчи царя Соломона. Мишли. Третья глава, 19 стих. Написано так. Ха-шэм бэ хохмо, бэ хохма, ясад арэц. Творец мудростью установил землю. Установил небеса битвуна. Разумением. Бы да то, тэгумод не в кау. Не в кау, буквально. Так ударил он поставить. Разумам бездны появились. Когда царь Соломо описывает, как Творец создал Вселенную, он употребляет те же самые термины. Хохма, твуна, даат. Хохма, твуна, даат — это то, чем Творец наполнил бэцалеля. То есть есть определенная аналогия между сотворением мира и между возведением Мишкана. То есть настолько это уникальное творение, однозначно уникальное, мы все это понимаем. И для создания этого уникального творения, которое подобно созданию всего творения, необходимо было обладать определенными качествами. И этими качествами Творец наполняет автора этого творения, автора Мишкана, бэцалеля. И поэтому сказано, цитата «Смотри» назвал по имени Кломар, то есть Реэ. Смотри, «Зе хапеле хагадоль» — это великое чудо. «Пеле гадоль» — чудо великое. «Векарати бэшэм бэцалель бэн ури бэн хур» — и я назвал его по имени. Постичь тайну Мишкана и все, что его наполняют, все инструменты, все наполнение этого Мишкана и исполнить эту работу. «Ве е там бэшэм бэцалель» — и есть смысл. В имени бэцалель есть «там». Не просто так его зовут бэцалель, не просто так я назвал его бэцалель. И мы уже говорили, что когда родители дают имя ребенку, спускается руаха кодыш, чтобы родители дали правильное имя своему ребенку. Не просто так этого еврея родители назвали бэцалель, потому что есть смысл в этом имени. «Ешь там бэшэм бэцалель» — цель — это тень. Цель — это тень. «Бэцаль в тени». «Бэцаль в тени». «В тени под тенью», если так можно сказать, «божественной». Две последние буквы — это имя Бога. То есть вот это имя человека, который создал Мишкан, он руководил этой работой. То есть были работы, которые только он мог сделать, были работы, которые исполняли по его заданию, под его руководством. «Бэцалель бэн ури бэн хур». И буквально несколько слов об именах. 33 глава, стих 17. В русском варианте звучит так. «И сказал Бог, обращаясь к Муше, так же и то, о чём ты просишь, я сделаю, потому что ты нашёл милость мою, и знаю я тебя по имени». Там Муше обращается к Творцу и просит его о чём-то. Отдельная тема, очень сложный вопрос, тоже разобраться в этом не мешало бы. Но Творец отвечает ему, что я сделаю то, что ты просишь. Почему? Потому что ты нашёл милость в моих глазах и потому что я знаю тебя по имени. Что это значит? Ну, конечно, знает по имени. Все мы друг друга знаем по имени. Вот это наши мудрецы подчёркивают в контексте того, что мы только что учили относительно Бэцалель. И назвал его по имени. А Муше, он здесь говорит, «Ты нашёл милость в моих глазах, и я знаю тебя по имени». И здесь есть намёк, «Ки Бэцалель вэгу хадин ли шаран виим кулам». И здесь намёк. Вот в этих словах мудрецы нам поясняют намёк, что и Бэцалель, и Муше, и другие пророки шаран виим кулам на ицлу бешем гадоль. У них был потенциал. И этот потенциал отражён в имени их. И когда есть потенциал, то есть возможность его наполнить. И если человек заслужил это, Творец его наполняет, этот потенциал. И тогда это имя раскрывается. Есть ситуации, когда человек не осуществляет, не выполняет то, что на него возложено. Да, такое тоже возможно. Нам мудрецы об этом говорят. То есть и тогда не дотягивает, как бы не срабатывает то, что заложено в имени. И наши мудрецы здесь намекают на имя Муше. Имя Муше. Им шалош отиёт. Гематрия шалиах. Шалиах. Мы знаем, что такое шалиах. Это ангел. Ангел – это шалиах. Ангел и шалиах – это синонимы. Кто такой ангел? Шалиах – посланник. То есть гематрия имени Муше и шалиах равны. Есть такое понятие гематрия имхаколель. То есть сумма численных значений букв слова плюс совокупность этих букв как одно целое плюс единица. Есть гематрия, которая считается следующим образом. Гематрия слова плюс сумма букв этого слова. Здесь в нашем случае Муше – триста сорок пять. Триста сорок пять. Шалиах – триста. Ламет юд – тридцать и десять. Сорок. Хет восемь. Триста сорок восемь. Наши мудрецы открывают нам тайну имени Муше. Муше – это шалиах, это посланник Бога. И именно поэтому Муше – гематрия шалиах плюс три буквы имени Муше. Плюс три буквы имени Муше. Это общее правило Бецалель, Муше и другие пророки. У каждого из них имя отражает его потенциал этого человека.